здравствуйте дорогие радиоуслушатели и все кто нас смотрит на youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самой популярной радиостанции на среднем западе сша ее ведущий эдуард прумер и геннадий прумер сегодня наш собеседник российский политикой экономист президент международной международной шахматной федерации сокращенно фиде аркадий дворкович аркадий владимирович добрый вечер добрый день к девочке еще раз хочу выразить вам огромную благодарность за то что в такое подня для вас время вы согласились побеседовать и с нами и для наших радиослушателей акадий владимирович сразу чтобы у нас такая была доброжелательная беседа хочу задать вам немножко вопрос с иронией как вы считаете надо ли любому политику уметь играть в шахматы и играть хорошо я просто хочу сказать допустим человека решили взять в правительство а он шахматы не умеет играть ему горят ну не умеешь тогда может быть тебе стоит поискать другую работу как вы считаете шахматы хорошо бы играть всем мире но это необязательные требования для политиков есть другие важные качества хотя я действительно убежден что умение играть в шахматы помогает логически мыслить думать стратегически уметь и побеждать и проигрывать достоинством аркадий каких вы бы выделили три основных качества хорошего политика и может быть министра каких три основных качества вот вы бы да я сказал обосновали прежде всего профессионализм нужно знать свое дело нужно знать ту сферу который ты занимаешься за которой ты отвечаешь поскольку ты отвечаешь не перед собой не перед своими друзьями а перед целой страной через перед огромным количеством людей и не профессионализм несовместим с этой работой второе пожалуй умение работать в команде как собирать ее так и быть командным игроком в том числе и выполнять в команде то что может быть какой-то момент времени не нравится исходя из личных пристрастий но важно для общего дела и третье любить свое дело и относиться к нему как к чему-то важному для себя лично иначе пропадает мотивация аркадий владимирович вот я обыкновенный человек утром проснулся покушал и 9 часам к примеру иду на работу через 8 часов я работу закончил и как говорится иду домой к семье как строится рабочий день человека работающего в правительстве рабочий день не заканчивается почти никогда и мысли о работе сопровождают тебя практически постоянно конечно иногда выпадает время для отдыха для семьи для занятия спортом но очень тяжело отключаться от работы и ты сам себе не принадлежишь это должны понимать хорошо все кто работает на государственной службе и надеюсь постепенно начинает понимает понимать те кто не работает на государственной службе тяжелейшее дело но тем не менее при соблюдении тех трех критерий в каташке отказал выше очень полезное для всех вот советский министр и российский министр есть какие-то отличия вот для нас всегда мы видели советского советских министров это что-то такое очень как бы специфическая это что такое на горе далеко от нас а вот современные министры им как мне кажется они более приближены к людям они как бы более двигаются более реально пожалуй пожалуй да пожалуй ближе и жизнь стала более свободной безусловно чем была в советское время а свобода предполагает том числе более близкие отношения тех кто находится во власти есть можно так сказать на государственной службе если точнее быть с со всем обществом но отличие и в другом отличие хорошо это или плохо в том что советские министры проходили гораздо большую школу жизни и как правило их опыт основывался в том числе на работе на земле что называется иногда на заводах в колхозах в рядовых учреждениях на в то время как в уже российские времена очень часто карьеры не были связаны с прохождением всех всех точек скажем так на службе на предприятиях в регионах хотя сейчас я вижу что последние пять лет примерно появилась тенденция отправлять замминистров например работать в регионы с тем чтобы они получили именно опыт на земле и потом вернулись возможно вернулись работать на федеральную службу уже с более конкретным практическим опытом аркадий владимирович вот много лет работая в правительстве естественно вы сталкивались в работе с зарубежными коллегами если а какое-то отличие в решении определенных задач определенных проблем российских министров и допустим зарубежных политик будем так быть российских политиков и зарубежных политиков если какие-то различиях в подходах к решению ах или иных проблем есть очень четкая игра между во первых политиками и профессионалами на государственной службе за рубежом есть министры некоторые замминистры в некоторых странах эти люди являются в том числе членами парламентами которые проходят именно по политической линии их работа их мотивация и будущее зависит от победы или поражения на следующих выборах это накладывает огромный отпечаток на их деятельность на их решение на их образ мысли от них хорошо неплохо это просто такая система где политики и назначенцы на такие должности зависят от выборов в причем довольно часто как правило в большинстве страну раз четыре года иногда раз в пять лет это относительно часто есть большое число профессиональных назначенцев которые как правило это люди являющиеся руководителями департаментов отделов иногда замминистра которые проходят именно по профессиональной линии и будущее которых от выборов зависит гораздо меньше степени они часто не меняются десятилетиями на этих позициях идут по другой карьерные лестнице и они очень похожи на тех кто работает на государственной трубе в россии вот такое отличие пожалуй я бы обозначил у линии правил а как говоришь сейчас мир проходит очень тяжелые времена связи с к вид 19 как вы видите сегодня российскую экономику какие у нее сейчас какие она сейчас решает вопросы и в каком вообще она состоянии и может быть вы можете какую-то дать свою оценку чтобы можно было бы сделать на ваш взгляд чтобы что-то улучшить я бы отметил несколько моментов во первых как и почти все другие экономики мира кроме китайской пожалуй как-то не парадоксально российская экономика потеряла несколько процентов объемов производства объемы валу внутреннего продукта в прошлом году но снижение было достаточно умеренным меньше чем во времена финансовых кризисов восьмого года например тем более 90 восьмого года почему потому что за последние годы у российской экономики сформировался значительный запас прочности почему он сформировался потому что удалось поднять тем отрасли те сектора которые раньше были в тяжелом положении например я отмечу наибольшие успехи и сельское хозяйство которые в прошлом году насколько я помню если не ошибаюсь цифрах выросла даже они упала и продолжал наращиваться например экспорт сельскохозяйственной продукции постепенно такие сектора как сельское хозяйство химия производства металлургической продукции становятся более важными с точки зрения роста подчеркну именно роста чем традиционные отрасли такие как газ или нефть да с точки зрения налогов все еще газ и нефть доминирует хотя их доля постепенно снижается особенно при более низких ценах на энергоресурсы но в темпах роста они уже не являются такими значимыми и мы рассчитываем на другие сектора инфляция под контролем примерно 5 процентов это выше чем наиболее развитых странах но гораздо ниже чем было прежние времена у нас очень низкий уровень государственного долга безработица выросла но остается на очень умеренном уровне и сейчас постепенно начала снижаться валютная политика гибкая и динамика валютного курса уже не является потрясением для большинства людей уровень бедности к сожалению пока относительно высокий хотя и пожалуй ниже сейчас чем даже в соединенных штатах америки это все равно громадная проблема которую мы решаем что делать никакой волшебной палочки нет нужно работать по всем направлением ответственно и и последовательно целенаправленно но пожалуй наиболее перспективным выглядит вложение в новые технологии а также в науку и образование которые могут дать дополнительный рост конкурентоспособности и рост экономики повышение качества жизни на интервале 5-10 лет а в связи с этим я бы хотел бы про продолжить вопрос о как выглядит сейчас вообще нефтяной рынок и газовый мы сегодня видим что цена на нефть поднялась до 61 доллара за баррель а и как вот вы видите может быть как-то ну понятно что россия пока зависит конечно от и нефти и газа как вы видите выход из этой ситуации чтобы больше развить другие производства что касается нефтяного рынка то его состояние определялась двумя основными факторами пандемии конечно же к вид 19 и соответственно с снижением спроса на нефть во всем мире а также сделка и опять плюс где россия других стран говорили со странами опек о снижении объемов добычи и таким образом постепенно стабилизировали цены на нефть и сейчас они действительно в результате последних действий согласованных действий опек плюс прежде всего саудовской аравии и россии выросли до уровня около 60 долларов за баррель что я думаю устраивает абсолютно всех в принципе для россии и цены 50 50 50 55 долларов за баррель тоже являются вполне приемлемыми как с точки зрения бюджета так с точки зрения инвестиций в энергетику и смежные отрасли рынок газа несколько иной он сильно зависит от ну например зимой вот погодных условий в европе кроме того быстро развивается сегмент сегмент спг у нас крупные проекты сжиженного природного газа арктики компании новотек прежде всего и ряда других и это позволяет диверсифицировать рынки пути поставок и сохранять стабильность внутреннего газового рынка который полностью обеспечен необходимыми ресурсами но возвращаясь к тому что делать как уходить из зависимости повторю это инвестиции в новые технологии инновации не надо при этом сбрасывается счетов энергетику энергетика сама по себе является громадным очень сильным драйвером инноваций по всей цепочке производства это и производство высокотехнологичного оборудования для добычи используем технологии искусственного интеллекта для высокоточного бурения скважин это новые материалы это умные сети если говорить о электроэнергетике это современные газовые турбины к генерации это солнечные и ветряная энергетика мы постепенно приближаемся к производству водорода и конечно россия сильна в атомной энергетике которая является одной из самых конкурентоспособных в мире аркадий владеевич 90-е годы становления российской государственности и становления экономики абсолютно никто не будет спать что это непростое время на ваш взгляд какие плюсы и минусы того времени вы видите уже спустя столько лет 90 годы для меня были смешанными я и учился и уже работал с одной стороны из-за того что я в начале 90 годов учился меня обошел криминальный кризис который в россии происходил в это время и конечно передел собственности и многочисленные корпоративные конфликты подросшая смертность резко выросшие цены а значит и бедность населения разрушена экономика все это влияло и на настроение и на качество жизни и влияло плохо с другой стороны появилась свобода появились возможности для предпринимательства появились возможности для создания новых производств и постепенно шаг за шагом в течение 15 лет россия вышла из этого глубочайшего кризиса и уже к концу первого десятилетия 21 века вышла на показатели которые превышали до кризис на уровне 90-х годов вот в этом и есть и трагедия и и положительные моменты того что произошло с одной стороны разрушенная сторона разрушена экономика и повторяю громадная бедность потеря миллионов людей с точки зрения численности населения с другой стороны свобода и новые возможности возможности для того чтобы потом сейчас уже если говорить о сегодняшнем дне выглядеть по-другому иметь перспективы аркадий вы уже упомянули что вы получали образование в 90-е годы и в частности в америке в девяносто седьмом году вы закончили университет дюка северная каролина ну и как я понимаю какое-то время жили в сша как вам видится разница обучения в россии и в америке что вам больше понравилось в америке или меньше понравилось в америке может быть россии есть чему-то поучиться тому как я и образование сфере образования знаете мне в целом повезло с образованием начинающих со школы я учился в математической школе в москве 444 школы перомайском районе одна из самых сильных тогда в городе потом московский государственный университет безусловно самый сильный вуз в стране самый сильный универсальный я бы сказал у стране конечно есть специализированный физтех например и других по конкретным наукам параллельно с мву я заканчивал российскую экономическую школу школу которая дала современное экономическое образование его даже в мгу я бы сказал мне повезло потому что у нас в силу вот этого переходного периода сочеталась старая школа преподававшая марксизм и новая где уже учили макро и микроэкономику а это сочетание было очень полезно потому что позволяла как раз понять разницу понять в чем плюсы и минусы различных подходов и потом дюк где я скорее даже получил пользу с точки зрения систематизации знаний а не приобретение новых знаний мне удалось все то что я получил раньше расставить по полочкам участь в америке я больше времени пожалуй даже проводил библиотеки чем которые в дюке блестящие чем в аудиториях любимым предметом была экономическая история и я доволен тем что удалось узнать как может быть и по-другому я не даю сейчас оценки лучше или хуже просто по-другому другие традиции другие обычаи жизни другой стиль поведения есть свои плюсы и минусы но дело не в этом я люблю россии могу жить только в россии есть хорошо мне нравится здесь мои друзья мои родные моя родина но американский опыт был действительно интересен и небольшие периоды времени там учиться или работать это очень полезно для профессии полезно для жизни ну конечно блестящая баскетбольная команда я только недавно свою мечту исполнил побывал на матче дюка с северной каролиной кстати на том же матче был один из предыдущих американских президентов барак обама своей дочерью так что есть такие приятные воспоминания вы молодым человеком попали а в америку а что вас поразило в американцах или удивило или обрадовала может что-то не понравилось там что-то не понравилось то что то к чему вы не привыкли может вас появилась какая-то еда кота который вы уже не можете отказаться уже много лет допустим это было приобретено в америке в америке есть начинать с конца я смог ощутить разнообразие мировой кухни до этого у меня такой возможности просто не было конечно какие-то поездки до америки были я был может в трех четырех странах и что-то попробовал но впервые я ощутил все разнообразие китайской корейской итальянской мексиканской кухни наряду с традиционными только там это действительно было очень очень здорово очень интересно я полюбил самую разную кухню самую разную еду и теперь практически ко всем этим разновидностям отношусь очень хорошо как раз на одной какой-то замыкаться никогда не хочется хочется разнообразия если я могу себе это позволить что касается людей нет никаких коренных отличий есть везде есть хорошие люди и плохие люди профессиональные непрофессиональные добрые и злые это национальность не определяется такой вопрос возвращаясь к вашей работе в правительство если среди министров понятия дружба или только деловые отношения есть среди министров понятия дружба которые как правило как раз не влияют на деловые отношения определяющиеся профессионализмом но позволяют более эффективно решать иногда какие-то вопросы и в том числе при моей работе в правительство были мои коллеги члены правительством с которыми я действительно дружил и продолжают дружить один из них сожалению недавно ушел из жизни сергей дочь приходит который занимался как раз международными делами и был руководителем аппарата в том числе период моей работы правительства кто на ваш взгляд для вас в истории из политиков в истории мировой истории является вот таким примером профессионализма мудрости человек твори себе кумира нет такого единственного примера у всех есть свои положительные отрицательные качества и у многих я учился сначала учился у коллег в министерстве финансов многие из которых потом стали министрами и даже председатель правительства это была очень хорошая школа и со многими из них мы общаемся до сих пор например тогда я познакомился том числе с рядом те коллег которые сейчас работают правительстве татьяна алексеевна голикова отвечающая за здравоохранение как раз находящийся на переднем краю борьбы с пандемией в россии кстати успешно она этим занимается я считаю что россия в этом достигла очень хороших результатов варианта что многие жизни тем не менее были потеряны я учился у германа оскаревича грефа когда работал минэкономразвитию игорь ивановича шувалова когда работал в администрации у дмитрия анатольевича медведева вадимовича путина у всех я чему-то научился испарить от рубежных политиках для меня очень интересны всегда были беседы с генри киссингером который часто приезжал москву а такой вопрос а может вообще женщина стать премьер-министром россии все-таки и конечно может нас женщина является писатель центрального банка россии руководителем верхней палаты я имею ввиду верно бюллину руководитель верхней палаты парламента является валентина ивана матвиенко блестящий политик государственный деятель так что все это возможно сейчас женщина уже находится на очень высоких должностях но все-таки правительство это специфическая работа более физическая но я бы не сказал что она более сложная чем работа руководителя центрального банка или руководителя парламента она просто другая требующая других навыков и другого стиля но с точки зрения сложности это все очень близко а как мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу пожалуйста не отключайтесь очень интересно и спасибо еще раз спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ведущие эдуард брумер и геннадий брумер а мы продолжаем беседу с российским политиком и экономистом президентом международной федерации шахмат сокращенно фиде аркадием дворковичем аркадий владимирович еще раз добрый день а аркадий владимирович вы являетесь председателем фонда сколково в этом году насколько мы знаем 10 лет или в прошлом году да я могу ошибаться в прошлом году спасибо 10 лет исполнилось сколково а такая русская кремниевая долина да это для наших радиослушателей я бы скорее сравнил с северной каролине который мне ближе чем чем силиконвале но в общем да это просто стартапы про инновации и про сотрудничество на инновационных компаний с университетами что удалось за это время сделать что может быть не удалось и это впереди в будущем а как каковы результаты вот этого десятилетнего пути сегодня под крылом сколково находится почти три тысячи стартапов немаленькая цифра для россии с учетом того что 10 лет назад их было может быть 30 если говорить о цифрах из этих нескольких тысяч стартапов есть несколько сотен решений уже работающих на рынке пока нет как таковых единорогов но здесь есть одна особенность наши стартапы не имеют права заниматься чем-то еще кроме четко определенной исследовательской деятельности коммерциализации результатов и очень часто как раз наибольшую выгоду получают те кто потом покупает эти решения внедряют их на практике и они являются единорогами например крупнейший российский банк сбербанк который купил много сколковских решений и многие-многие другие компании и я считаю что главное наше достижение это создание самой культуры инновации которую нас фактически не было в стране когда-то давно была культура изобретательства советском союзе но все-таки в структуре экономики доминировали и продолжают во многом доминировать крупные компании а вот принятие на себя риска инновационных решений их разработки внедрения не было и мы такой культуры создали это главное достижение сейчас это внедрение того что мы создали и мы этим активно занимаемся и второе крупное достижение которое я бы ответил отметил это абсолютно новый с нуля созданный университет скол тех сколковский институт науки и технологий который уже является лидером в россии по научным статьям цитированию по качеству образования он небольшой он похож похож пожалуй на колтех тоже всего около 1000 студентов чуть больше но уже стал очень успешным будем продолжать работать над этим дальше период пандемии мы увидели очень хороший прогресс наши компании сфере онлайн образования стали первыми десятка компаний по сути является ведущей в россии по онлайн образованию сколково мы помогли создать одно из лекарств от ковида которое помогло легче пройти это заболевание многим тысячам больных мы помогли компаниями работать в условиях дистанционной дистанционной работы дистанционной деятельности путем защиты информации обеспечения кибербезопасности по многим другим направлениям аркадий владимирович а если возможность привлечь в сколково иностранных специалистов есть у нас не искал тех которым я сказал это англоязычный университет 40 процентов преподавателей это иностранные преподаватели из остальных 60 процентов половина вернулись в россию это русскоязычные преподаватели которые вернулись после работы за границей в компаниях работают также много иностранных специалистов есть стартапов которые инвестированы иностранные деньги мы абсолютно открыты и у нас такие клиники создаются для проведения исследований и лечебной деятельности на именно зарубежными партнерами с участием российских инвесторов аркадий владимирович оставим немножко политику я хочу напомнить для наших радиослушателей что вы являетесь президентом международной шахматной федерации сокращенно фиде и связи с этим такой вопрос мы с вами люди одного поколения и я очень хорошо помню 70 80-е годы это был такой шахматный бум а не только в советском союзе но я думаю во всем мире но в советском союзе если вы остановили любого человека то он бы назвал допустим троих пятерых шахматистов по имени фамилии 100 процентов даже если пода человек не знал не играл бы шахматы что в связи с этим происходит сегодня почему как мне кажется вы меня либо опровергнуть и либо подтвердите мне кажется такого вот бума нету как было раньше смотрите если брать шахматную лихорадку еще двадцатых тридцатых годов прошлого столетия ведущих шахматистов было очень немного и действительно все их знали знали сначала ласкера потом капабланку алёхина и их соперников потом появился ботвинник и при и вся плеяда советских шахматистов это в том числе петросян наталья смыслов спаски потом появился фишер который потряс шахматный мир и выиграл матч у спасского 72 году в реке веке затем наступила эра карповые и каспарова красмейстеры как таковые появились только в середине прошлого века их было мало поэтому отчасти их и знали сейчас красмейстеров ведущих красмейстеров сотни шахматы компьютеризировались шахматы стали гораздо доступнее с точки зрения возможности играть в международных турнирах в том числе и в интернете но и по всему миру и лидеры меняются уже гораздо быстрее хотя все равно лучших знают магнуса карсона знают знают хорошо он является чемпионом мира уже примерно 8 лет знают с кем он соперничает сергея карякина хикару накамуру в соединенных штатах и в мире является одним из ведущих стримеров и не только если брать шахматы а в целом если говорить о мире видеороликов подкастов и стриминга своей игры причем не только в шахматы фильм фильм ход королевы queen gambit стал одним из популярных в этом году протяжении последних нескольких месяцев в мире его посмотрела несколько десятков миллионов человек и мы опять видим шахматный бум конечно это нам очень сильно помогло окажешь а вам этот фильм понравился ход королевой взял прежде всего мне он понравился тем что он стал для нас полезен и нам теперь гораздо легче работать с партнерами потому что все говорят о шахматах мне очень тяжело было смотреть первые пару серий они психологически сложные когда главная героиня является еще школьницей и в том числе зависима от таблеток но потом по мере уже развития фильма развития сюжета начиная с третьей серии мне стало действительно нравится фильм хороший аркадий ванимович ваш отец знаменитый международный шахматный арбитр и в этом смысле вопрос какое влияние он оказал на вас в жизни и такой как бы второй вопрос какими фигурами вы любите играть белыми или черными мой отец оказал на меня огромное влияние и шахматы были моей жизни с самого детства и несмотря на то что может быть мы мало общались поскольку он все время был на работе большую часть времени я просто видел его пример насколько он ответственно подходит к делу насколько он скрупулезно занимается и организации шахматных турниров был арбитром шахматным журналистом статистиком очень внимательным к деталям к мелочам а в последние годы жизни он полюбил организацию прежде всего детских соревнований детских турниров уделял огромное время и совершенно не случайно что я принял решение также внести свой посильный вклад в развитие шахматного мира мне эта работа нравится я считаю что мы идем вперед достигаем очень хороших результатов приобретаем новых партнеров видим бумом во многих странах чем прям больших странах индия прежде всего сша китай ну конечно россия традиционная шахматная школа и рады что в прошлом году даже в онлайн шахматной олимпиаде приняло участие больше 160 стран это был громадный успех на котором мы сейчас строим дальнейшую работу по поводу игры я просто люблю играть в шахматы как прочим и многие другие виды спорта и люблю играть футбол баскетбол в хоккей шахматах нет предпочтения в шахматах надо играть хорошо и белыми и черными поскольку каждый день свет меняется и надо с радостью принимать тот цвет который тебе выпадает о чем мечтал а в детстве аркадий дворкович я не помню была может быть вас какая мы такая мечта которая вот в вашей жизни как-то реализовалась конечно я в детстве не думал о семье о детях счет чуть позже появилась но в любом случае это главное счастье но могу привести один пример я мечтал чтобы в россии тогда еще советском союзе прошел чемпионат мира по футболу по настоящему футбол имеют не американскому то что называется в америке сокер и в конце концов россия получила право на проведение чемпионата мира мне выпало огромное счастье последние несколько месяцев быть представителем оргкомитета чемпионата мира по футболу в россии пустить 30 матчей примерно это огромная удача удовольствие и честь а за какую команду вы болеете футболе сборную россии нохня хорошо сборную мы понимаем а вот клубы может быть английская и итальянская очень с удовольствием но там кому-то сильно не привязан конечно последние годы нравился челси с учетом того что в том числе челси принадлежит российскому инвестору романа абрамовича и ливерпуль последнее время очень нравился просто игра нравилась очень красивая если говорить о россии то я детстве занимался легко атлетик на локомотиве потом были друзья и спартаки в цск торпеды я за московские команды в целом болею аркадий владеевич возвращается шахматом я помню вашу фразу что не сотворить для себя кумира и все таки если 35 шахматистов которых вы считаете что они шахматы как-то перевернули сделали их интересней насыщенней вот на кого но может все-таки кумир есть может быть все таки кто-то один кого вы считаете величайшим шахматистов почти каждый чемпион мира может быть не каждый кто-то был меньше на этом троне переворачивал представление о шахматах поэтому можно долго об этом говорить о поколении стенец и ласкера капабланке алёхина потом ботвейник безусловно научный подход к шахматам тали скрометная игра смыслов петросян очень глубокие шахматисты противостояние спарского фишера конечно карпов с его интуитивной игрой и мастерством практической игры глубочайший игрок тоже блестящий гарри каспаров с невероятной подготовкой в том числе и домашние и силы эмоциями за шахматной доской затем и крамник володя и мой друг и виши ананца индийский тигр и конечно сейчас магнус карлсон на все это шахматисты которые вносили огромный вклад в шахматную жизнь шахматный мир поэтому они все разные очень сложно кого-то выделять и каждый из них действительно заслуживает уважение похвалы аркадий владимирович а может быть оставить должность президента все-таки чиновничья должность и стать шахматистом и может быть стать чемпионом по шахматам возможности мне кажется у вас таланта хватает чтобы пост поздно этим надо было озаботиться в детстве конечно чудеса случается но все-таки чтобы стать чемпионом мира по шахматам нужно посвятить этому жизнь и я не преувеличиваю это именно так и каждый кто смог посвятить этому жизнь действительно заслуживает глубочайшего уважения причем не только чемпиона мира так называемом нас открытом разряде где могут играть и мужчины и женщины но и чемпионки мира которые тоже стали великими шахматистами шахматистками шахматистами юнит полгар например входила в топ-10 шахматистов в целом но и многие другие ее сестры сезан софия грузинская шахматная школа много приндашвили мая чебурданидзе и другие блестящие шахматистки но этому нужно посвятить жизнь чтобы добиться таких результатов аркадий владимирович вот готовясь к интервью с вами я позвонился ему очень хорошему другу он такой шахматный фанат он здесь в чикаго обучает детей шахматом я ему сказал что у нас будет беседа с вами он очень обрадовался и попросил задать вам такой вопрос а почему сейчас название чемпионата мира я вот передаю слово практически слово в слово существует только 12 партий они 24 как было раньше и может ли федерация перейти на вот эти 24 матча я я я не профессионал сразу говорю очень хороший вопрос здесь всегда нужно находить баланс между интересами зрителей том числе и телевидение партнеров и шахматами как как таковыми кстати 12 уже наши быть ошибочное число мы с этого года возвращаемся к 14 партиям то есть чуть-чуть все-таки приблизились к тому о чем говорит ваш товарищ ваш коллега 14 должно быть поинтереснее чем 12 больше шансов на ошибки в том числе больше интересных партий на затягивать шахматные турниры на месяцы это очень и очень трудно это затратно и очень сложно найти партнеров на такие длительные соревнования но мы делаем все возможное в этом году матч пройдет в дубае в ноябре-декабре этого года между чемпионом мира магнусом карлсоном и претендентом которого еще нужно определить турнир претендентов состоится в россии вторая его половина мы прервали из-за пандемии турнир в прошлом году 8 шахматистов будут определять претендента и конечно пандемия подорвала многие хорошие вещи но онлайн частично заменила те турниры которые традиционно проводились это сейчас вакцинации уже идет полным ходом везде в том числе и тремя российскими вакцинами это очень здорово а как вы считаете а в школах нужно вести ну скажем может быть предмет шахмат но не как постоянная как дополнительный может быть и конец конечно конечно нужно где-то в зависимости от условий конкретной страны это может быть и часть обязательного куриклума обязательные программы есть примеры такие например в армении в некоторых российских регионах в некоторых странах но в большинстве стран которые в принципе об этом думают шахматы являются частью дополнительные программы то есть предметом по выбору это тоже хорошо это европа прежде всего я очень рад успехам например здесь венгрии где юдитпол занимается скандинавских стран где очень быстро прогресс идет турции израиля узбекистана казахстана повторяя некоторых российских регионов и мы этим активно занимаемся я лично на всех встречах с государственными деятелями других стран говорю о том что этим нужно заниматься нужно в это инвестировать готовить учителей чтобы они преподавали на шахматы почему не потому что нужно больше гроссмейстеров больше профессиональных шахматистов а потому что шахматы улучшают жизнь шахматы улучшаются интеллектуальные способности шахматы дают возможности для раскрытия талантов и действительно позволяют человеку быть лучше аркадий лович как вы видите будущее россии и вообще будущее мира в чем она заключается для вас я очень надеюсь что она будет более мирным и способствующим решению реальных проблем они они 7-минутных политических амбиций и задач главное что нужно людям в любом случае это здоровье безопасность образование детей и комфортная окружающая среда я имею ввиду и экологию комфортные города именно этим нужно заниматься в том числе с помощью внедрения инновационных решений но все это требует огромных вложений стабильности и добрых отношений между странами чтобы не тратить ресурсы на то на что их не нужно тратить на войны на отвлечение от главных задач которых я сейчас скажу аркадий владимирович я вам задам несколько коротких вопросов а вы сразу коротко на них ответьте хорошо хорошо а шелохов или химингуэй химингуэй а бах или чайковский чайковский а репин или франц французские импрессионисты хороший вопрос предпочитаю видите тех и тех и других и того и репина и французских импрессионистов эльга рязанов или стивен спилберг безусловно рязанов хотя спилберг тоже очень нравится а москва или нью-йорк москва прекрасно аркадий владимирович а у нас еще есть время и как бы вы оценили интеллектуальный уровень сегодняшних молодых россиян я не зря задаю этот вопрос потому что много лет назад не может немного пару лет назад был такое видео на ю тубе когда девушкам задавали вопросы по поводу агнии борту а самуила маршака памятника в санкт-петербурге значит медного всадника и ответы были надо сказать удручающими как вы смотрите вот этот интеллектуальный уровень современной российской молодежи к сожалению читают конечно меньше намного меньше чем читали раньше и поэтому гораздо меньше знают литературу и историю но при этом больше знают и умеют другое в том числе все что связано с новыми технологиями на все что связано с творчеством с предпринимательством вообще организации какого-то собственного дела и организации мира жизни вокруг себя своими руками они руками государства чьими другими руками если бы еще сопровождалось большим кругозором и большим объемом прочитанного было вообще блестяще но видимо чудес не бывает аркадий владимирович большое вам спасибо еще прошу прощения еще есть на одну минуту вопрос у меня брат хотел же попрощаться но я с вами прощаться почему-то не хочу а если мой сын захочет стать политиком какую книгу вы бы порекомендовали ему прочитать если есть такая книга ну я читал в основном большую советскую энциклопедию в детстве а так нужно читать прежде всего книги по истории нужно изучать историю это очень важно окажешь огромное спасибо за ваше интервью за ваше время которое бы нам уделили да потому что вы человек заняты и до нас это очень приятно мы надеемся что у нас еще будет возможность с вами побеседовать я собирался приехать чикаго в марте прошлого года пандемии этому помешало очень интересный проект мы обсуждали шахматы в тюрьмах с шерифом чикаго который увлекается шахматами надеюсь удастся это сделать аркадий владимирович приглашаем да мы вас приглашаем если у вас будет такая возможность мы будем очень рады увидеть вас у тебя на радио да спасибо всего самого наилучшего берегите себя всего самого здоровья спасибо спасибо